Вот такой вопрос мне задал подписчик моего канала в Телеграм. И на мой взгляд это неправильный вопрос. Вернее не тот вопрос, который стоит задавать в первую очередь. А вопрос, который стоит самому себе задать в первую очередь, зачем мне вообще нужны постоянные отношения с женщиной. Кто бы там что ни рассказывал о желании мужчины иметь семью или близкого человека в лице женщины, главная причина, по которой мужчина заводит постоянные отношения, это чтобы ему каждый раз не пришлось искать новую женщину, когда захочется секса. Действительно, идея постоянно держать рядом с собой какую-то женщину для секса, на первый взгляд, выглядит здравой. Да, конечно, она будет вам обходиться гораздо дороже, но с другой стороны, вам не придется никого искать, и вы сможете заняться с ней сексом в любой момент. Но на самом деле идея иметь постоянную женщину, так сказать, про запас, на тот случай, если мужчине вдруг захочется секса, абсолютно не рабочая. Я сейчас объясню почему. Когда появились первые гипермаркеты, идея закупаться продуктами сразу на месяц, чтобы каждый день не ходить в магазин и не тратить время, тоже казалось очень хорошей. Но на самом деле, как оказалось, продуктами на такой большой срок практически никто не закупается, а магазины шаговой доступности растут, как грибы после дождя. Ну, во-первых, потому что продукты портятся. Например, хлебом вы на месяц не закупитесь, а кроме того, нужно иметь специальное место, где вы все это будете хранить. Во-вторых, потому что у людей внезапно могут возникнуть какие-то спонтанные желания, и им захочется разнообразить свое меню. А если ты закупился продуктами сразу на месяц, то тебе придется есть только то, что у тебя лежит в холодильнике. Ну и в-третьих, поход по магазинам для многих это само по себе развлечение. Посмотреть, что там завезли многенького, или, может быть, купить что-то по акции. Как я уже говорил в одном из своих роликов, когда женщина постоянно находится рядом с нами, она очень быстро портится. Точно так же, как испортится мясо, если вы будете держать его не в морозилке, а, например, под подушкой. Также с постоянной женщиной у вас не будет никакого разнообразия в сексе. И когда вам рано или поздно захочется чего-то новенького, то она не сможет вам ничего предложить, кроме самой себя. А вы ее за время ваших отношений уже очень хорошо изучили, вы знаете наперед, что она будет делать, а поэтому вам с ней уже не интересно. Ну, а в-третьих, с постоянной женщиной нет никакого азарта, потому что результат заранее предсказуем, и секс с ней, с приключения превращается просто в механический процесс.